Доброго денёчка или вечерочка, да и просто хорошего настроения. С вами, как всегда, Zip, и мы продолжаем проходить Eldest Souls. В прошлой серии она была посвящена практически чисто одному боссу, хранителю праведности, которого я завалил исключительно в синей ветке. В других ветках у меня это не получилось. На протяжении примерно полутора-двух часов потраченного на этого босса времени у меня это ни хрена, ребятки, не получилось. Ну, будем дальше посмотреть, что за игра. Имеется ввиду, что там по сюжету, потому что последние пару серий практически полностью были посвящены боссам. С другой стороны, что можно ожидать от игры, в которой все, мол бы, боссы и других не завезли. Давайте продолжим, погнали. Опять этот вечный лес, опять этот вечный лес. Тут, короче говоря, я в прошлой серии заметил, вернее, в прошлом, в прошлом, короче, заметил, что вот этот столик начал быть активным. Понимаете? Понимаете? Помните? Он был неактивен до этого, до босса. В древние времена такие алтари часто встречались в верхнем лесу. Их возводили за тем, чтобы защищать лес от сил зла. Но этот алтарь осквернен, его камни потрескались и пропитаны кровью. А, и все? Ай, больно же. Я решил остаться пока что в этой ветке. Подумаем, посмотрим, что можно сделать. И вот так вот выглядит на данный момент билд. Не уверен, что кровавый взрыв будет эффективен, дает усиление багряное бешенство, длящийся 5 секунд сумерется до 3 раз. Багряное бешенство увеличивает наносимый урон вами в течение 9 секунд на 10%. Очень странно как-то. Стыкается до 3 раз, 5 секунд длится, а потом, короче говоря, 9 висит. Хрен поймешь. Ладно. Вот по этому прекрасному пейзажному мостику я не ходил еще. И есть такое подозрение, что здесь где-нибудь будет сейчас какой-нибудь босс или какой-нибудь персонаж. А даже... Лунная тропа. О, камушек. Прекрасно. О, я только сейчас заметил, что об этот камень можно похилиться. Что это за херня? Так. Я понял. Меня так просто не хотят пускать, да? Погодите. О, нет! О, нет! Главное, чтобы это не было каждым разным событием, чтобы попасть к боссу, например, да? Ну, смотрите, тут тоже эти камушки есть. Ауч! Камни уничтожили! Серьезно? Так, я дошел до какой-то точки, я не знаю. Но, судя по тому, что здесь люди просто лежат, ну, или стоят, замерзшие или уничтоженные. Тут кто-то или кто-то. А, вот такое вот приглашение, да, у нас здесь? Кто бы это мог быть? Здравствуйте. Я с добрыми намерениями. Так, вот какая-то херня, огоньки, что это такое? Ни хера непонятно, ребятки, от слова совсем. Я вообще не понимаю. Анимации у каждого босса все разные. То есть, если бы была какая-то систематичная или хотя бы похожая на что-то анимация, было бы, конечно, немножко попроще. Мне надо как-то контрудар использовать. Я пока что не понимаю, куда бы его залепить, этот контрудар, вообще. О, получилось. Так, ну, это совсем чуть-чуть я снял. Прямо, это меньше четверти. Бум, сейчас будет, да? Я был прав. Ау! Ё-моё, за всем за этим его следить еще попробую. Ага. Я понял. Это будет надолго. Ой, такая анимация у меня долгая. Ядрен батон. У нее еще куча атак всяких разных. Оказывается. Я просрал контрудар. Просто просрал его. Один, два, три раза она получается делает этот. Ззззззззззззззззззззззззззззбзззззззззз… Просрал. Заряд. Это какая-то... Этот... Снежная королева, блин. Опять просрал контрудар. Надо похилиться. Срочно. Угу. Угу. Продолжение следует... 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 Легионами. Тропа охраняется устройством древних. Физическое воздействие неэффективно, так как они быстро восстанавливают форму. Объект 3 с прискорбием сообщает, что объекты 02, 01 и 05 уничтожены устройствами. Артефакты 97-2 потерян в бою. Объект 3 отмечает, что устройства, вероятно, связаны с оболочкой Луны. На ее поверхности видны трещины, а мощное воздействие древних ощущается на расстоянии до 250 метров. Объект 3 предполагает, что великое заклинание, использованное в ходе осады, могло вызвать непредвиденные побочные эффекты. Объект 3 рекомендует незамедлительно отступить к уцелевшей части регионов, чтобы избежать дальнейших потерь. Объект 3 ожидает дальнейших приказов Слава Творцу. Кто бы это мог быть? Объект 3. И я чуть не понял, а куда мне идти теперь? А, что? Куда? Прямо пойдешь, лунную королеву встретишь. Налево пойдешь, труп. И непонятный предмет найдешь. Направо пойдешь, записку прочтешь. Ну, как-то так. И чё? Ну, окей. Если вернуться туда, на тропу. Может быть, там что-то, конечно, и будет интересное. Я отсюда пришел, верно? Верно. Получается, я... Показывает, как будто бы я здесь. Ну, это же сдешь все, да? Вот, смотрите, вот здесь дверка неоткрытая какая-то. Вот здесь. Вот эти двери мне подозрения вызывают. Вот. Непонятно, непонятно. Очень, очень как-то все непонятно. Давайте сюда переместимся, посмотрим, что там. Цитадель. Я что-то ее не помню. Ну, дверка закрыта. Вероятно, я там пока что никого не должен встретить, наверное. Вот мостик какой-то. И какой-то предмет лежит, смотрите-ка. Статуэтка из бездны. Маленькая черная фигурка одноглазого ворона. Древние боги единодушно запрещали поклоняться бездне. Но теперь, когда бывшие правители томятся в заключении, эти атрибуты веры встречаются все чаще. Не знаю я, куда идти. И что делать. Жалко вот эти записки, которые, ну, остаются. И когда их потрогаешь, надо было бы, наверное, сделать так, чтобы они исчезали, чтобы не дезориентировать игрока. Связка старых обсидиановых копий с темными хрупкими наконечниками. Древние боги запрещали использовать обсидиан, но после их разгрома его начали применять вновь. Впрочем, обсидиан этот загадочный материал явно примитивным образом обработан, прошу прощения, примитивным образом, поскольку поверхность выглядит ломкой и шероховатой. Но, понятное дело, его же, наверное, как камни делали сколы острые. И, как бы, использовали. Почему показывают, что я здесь? Там был ворон, помните? Если не помните, но я напомню, вот здесь, когда вниз спускаялся я, сейчас будет ворон. Или нечто похожее на него. Сейчас вот сюда прилетит. Вот он, да. Какой-то птич. Какой-то птюч. Прилетел и... Можно с ним поговорить. Кар-кар, владыка воронов Даркин. Скажи, дитя, эта статуэтка, ты часом не из истины? Какой радостный день, воистину радостный. А теперь ответь честно, дитя, человече. Ты хочешь, чтобы этот мир возродился? Да. Какая радость. Ты воистину принес нам радость. Но, как говорится, поступки весомее слов. Глубинный алтарь расколот и бесполезен. Ему нужна энергия, древняя энергия, чтобы восстановиться. Найди источник чистейшего света, дитя человече... Человече. И принеси его нам. Ибо, как известно, ярчайший свет порождает темные тени, верно? Спасибо. Еще бы понимать, что это значит. Но штучку, я так и понял, отдал ему, да. Статуэтку с... Одноглазым вороном я, в принципе, должен был пойти найти. Иначе я бы не смог пройти сюда, верно? А-а-а... Блин, жалко, карты нет. А что, если вот сюда так перепрыгнуть, использовав камень? Помните? Там есть такая возможность у камня. По-моему, самого первого фиолетового камушка, который у меня вставлен в основное умение, можно пересечь. Или нельзя? Или я тут, типа, вот так и должен, как бы... Вот сюда его надо вставить. Сейчас он накопится, и попробуем сюда попрыгнуть. А-а-а... Ни хера не... Не пробиться. Непонятно тогда в таком случае, что мне делать. Ну... Этого два босса было здесь, слева и справа. Бог... Справа был бог света, слева был бог гармонии. Потом я зашел в эти ворота. Здесь замок. Приют согласия. И... Начал тут бродить-ходить. Нашел чувака, который... Собирает разные всячества. Вот, давайте с ним еще раз поговорим. А вот и мой любимый местничок. Что ты принес на сей раз? Ничего? В смысле, ему ничего неинтересного из-за того, что у меня есть? Ты охренел? У меня столько всяких побрякушек, безделушек, а ты ничего не берешь? Сволочь неблагодарная. Ладно. Ну, здесь это ледяная фея была, да? Да, здесь был Хаим. А, может быть, я здесь теперь могу пройти? Этот массив льда мешает пройти. Энергия, исходящая от его зеркальной поверхности, вызывает у вас тревогу. Я не пойму просто, как... Почему камень... Камень... О, смотрите, что-то у человечка есть. Амулет охотника. Как? Почему он был не активирован? Значит, я и тот активировал, который был до этого. А вот здесь я не был, смотрите. Опа! Это, видимо, какой-то другой босс будет. Я зря, походу, активировал. Ну что ж, дорогие мои друзья, чтобы серия была не сильно длинная, посмотрим, кто там в следующий раз. Я очень постараюсь выпустить в ближайшее время серию, но не исключено, что она выйдет на следующей неделе. Если вам понравилось это видео, не скупитесь, пожалуйста, на лайк и комментарий. Спасибо, что досмотрели до этого момента. Заходите на мои стримы, сейчас новая игра у меня на стримах Ascent, The Ascent, если быть точным. А стримы проходят все так же среда, пятница и суббота в 21.00. Буду рад видеть каждого. Приглашайте и своих друзей, близких, родственников. Всем буду рад. Берегите себя. Всем удачи. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok